Чернобыльская катастрофа На Чернобыльской АЭС я попал сразу после института, окончание Уральский политехнический институт на тот момент, УПИ, наверное, многим известный. Сейчас он называется немножко по-другому. В 1995 году в качестве оператора транспортно-технологического оборудования, но это в рамках подготовки на должность ведущего инженера по управлению реактором. Секундочку, ты по распределению или по доброй воле? На тот момент это как бы гибрид был, такое распределение на коммерческой основе, скажем так. Формально это было распределение. Так Союза уже не было? Уже не было. Вот что интересно. Приехали представители Чернобыльской АЭС и на коммерческой основе уже взяли. Оформлялось это как обычное распределение. Так он в другую страну попал. В рамках подготовки на ведущего инженера управления реактором, то есть прошел по рабочим местам. И через год, в 96-м году, в апреле, я начал самостоятельно работать на блоке 1 Чернобыльской АЭС. Да, после окончательного останова 30 ноября 96-го года, я после соответствующей переподготовки, но примерно тоже около года, перешел в 97-м на блок 3. И там тоже проработал. ВИУРОМ. Да, ВИУРОМ. Уже называлось ведущим инженером по управлению реактором. Когда переименовали, я, честно говоря, не скажу, но на тот момент, да, уже называлось чуть-чуть по-другому. Но смысл от этого не поменялся. Абсолютно. До, вплоть до остановы, опять же, с начала 2001-го года я работаю до сих пор инструктором в учебно-тренировочном центре Чернобыльской АЭС. А когда ты увлекся сборным информацией и копанием причин 26-го апреля в случае в России? Да, ну, то есть это в 97-м году это уже стало входить в стандартную программу подготовки на должность ВИУРО. То есть, когда я на третий блок уже готовился, это было в рамках программы подготовки на должность ВИУРО, изучение причин аварии. Да, это стандартная программа, то есть в рамках вот этой подготовки нам проводили занятия и тогда, собственно, я заинтересовался. Первый раз возникли определенные вопросы, которые на тот момент я ответов не нашел, потом вроде как про это дело забыл. Но после начала довольно активного обсуждения причин аварии на форумах, там несколько различных форумов, на страничках начало обсуждение. И, то есть я там вступил в это обсуждение, начал более подробно изучать все эти вещи. Поднял старую документацию, у меня был доступ к старой документации, техописаниям, которые говорили, и более подробно изучил все эти вещи. А скажи, пожалуйста, насколько сложно вообще управлять вот этой махиной РБМК с огромнейшей активной зоной? И насколько вообще активная зона однородна? Потому что я слышал, что в столь огромной активной зоне их несколько локальных активных зон может возникнуть. Ну да, в принципе, но это зависит от состояния реактора, то есть на разных уровнях мощности, в разных там условиях, при работе даже на одном уровне мощности, там разная может быть, скажем так, устойчивость реактора, его управляемость. А для зрителей, скажем, активная зона у нас высота диаметра? Высота, если без отражателя, 7 метров, это длина тепловыделяющей сборки, там еще, если с учетом отражателя, полметра сверху, полметра снизу, то есть 8 метров высота с отражателем. И диаметр 12 метров, опять же, без отражателя, если с отражателем. Слушай, когда я начинаю представлять себе вот эту вот махину, ну у них и на себе вот эта вот таблеточка такая, цилиндрик, напичканный топливом. Ну да, ну по сути это графитовая кладка, то есть это графитовые такие блоки цилиндрические, ну точнее цилиндрические отверстия, сами блоки в сечении квадратные, шаг 250 на 250 миллиметров. И вот, ну если брать весь графит, высота 8 метров, диаметр 14 метров. Ну а если всю реакторную установку брать от центрального зала, то длина можно взять всей ТВС, оценить 16 метров, с подвеской вместе примерно, 16 метров. То есть вот это все 16 метров входят в РЗМ, когда выгрыжают? Да. Так настолько сложно было управлять? То есть у тебя же не было опыта работы на реакторах и какая-то практика институтская наша тоже, наверное, не проходила на действующих блоках? То есть там то, что давали в институте, это исключительно теоретические знания к практике, они никакого отношения не имеют. Но вообще, естественно, уже в наше, в мое время точнее, была тренажерная подготовка, то есть, естественно, вещи отрабатывались предварительно на тренажере. Ну а говорить вообще, если в целом, реактор РБМК это наиболее один из самых сложных реакторов управления, причем даже вот в мое время. То есть после аварии, одна из основных причин аварии, это трудная управляемость, скажем так, реактора РБМК. На момент аварии он был крайне трудно управляемым. А все равно от ситуации зависело, и все равно реактор из-за его величины, из-за большого количества оборудования, он сложный в управлении. Ну каждый день перегрузки практически. И перегрузки, да, это свои особенности. Вообще, если бы не было перегрузок, было бы на порядок легче работать. Так у него и фишка в том, что его можно перегружать на ходу. Эта палка получается в двух концах. С одной стороны, это хорошо, что его перегружать можно. С другой стороны, это, естественно, добавляет очень большой объем работы как раз. Если говорить про текущую эксплуатацию, это основная работа ВИУРа, это проводить перегрузки, то есть компенсировать вот эти возмущения, которые вносятся перегрузками. Подготавливать перегрузку, работать во время перегрузки и устранять последствия перегрузки. Как это случится? Устранять последствия перегрузки. Да, естественно, если мы меняем выгоревшее топливо на свежее, там меняется вся полностью ситуация. Ситуация в этом районе, и необходимо выравнивать энерговыделение. Это основная задача. Хорошо. Ну, теперь давай подойдем к 26 апреля. Про испытания что ты можешь сказать? Насколько вообще было целесообразно проводить эти испытания по выбегу турбины на реакторе, который, ну, отработан, так будем говорить, не свежий, со свежим топливом. Просто настолько я слышал, подобные испытания проводились всегда на новом блоке, который опускают. Так, свеженькое топливо, все стоит, подняли до 200, там, сколько надо, тормознули, провели испытания, все отлично. А на отработанных, тут что-то я не слышал. Да нет, тут дело, тут вообще оценивается. Насколько целесообразно было проводить, вот, именно в конце кампании, так будем говорить? Вообще не стояло вопроса, начало кампании, конец кампании, необходимо проводить испытания, необходимо проводить испытания. Эти испытания плановые, то есть и система безопасности штатная, система электроснабжения, вот. К реактору, на самом деле, эти испытания имели очень, ну, в принципе, косвенное отношение. Просто в том сценарии событий, который развивался на тот момент, реактор принял участие в этих испытаниях, скажем так. То есть человек привлек его, конечно, к участию. Да, а до 26 апреля эти испытания неоднократно проводились, там, в принципе, с разной степенью успеха, то есть они проводились на третьем блоке, на четвертом блоке ЧАЭС. Это были электротехнические испытания. А, начали там такие проводили уже такие, да? Да, да, и реактор там не участвовал, то есть сам при подготовке к испытаниях, перед самым началом их реактор останавливался. И не важно, был он в начале кампании, в конце кампании, на это не смотрели, не обращали внимания. Просто тогда так сложилось, что реактор получился сразу, в начале испытаний, не был остановлен. Хорошо, еще, так сказать, в преддверии рокового времени, могли ли административно Брюханов и Фомин, вернее даже, ну да, сначала Брюханов и Фомин, когда диспетчер позвонил, по просьбе продлить работать, отказаться, объясняя тем, что реактор уже пошел на останов и не очень-то он стабильно может работать на длительное время. Кстати, насколько долго он может работать, допустим, на 50% и не отравиться? Да сколько угодно, дело не в этом. На самом деле, там вот этот процесс, который, нестациональный процесс начинается, когда мы изменяем мощность, и называется он там йодная яма, еще как-то это не суть важного. Вот это один из мифов, что вот это вмешательство диспетчера, оно как-то относится, какое-то отношение имеет к причинам аварии. Но оно имеет, но с точностью да наоборот. Вот это вмешательство в работу, приостановка, подготовка к испытаниям, оно на самом деле улучшило даже условия. Оно снизило степень отравления реактора, когда он вышел уже с запозданием на проведение испытаний. Это даже лучше. Было бы хуже, если бы диспетчер не вмешался. Да. То есть, если бы шла плановая остановка, но реактор бы не успел отравиться? Он, когда диспетчер приостановил, то есть, ну, по команде диспетчера приостановили подготовку, да, снижение мощности, подготовку к испытаниям, из-за вот этой задержки реактор уже стал разотравляться, пошел обратный процесс. А, мощности нейтронов и так далее, они бомбили и сжигали ксенон и йод. Да, да, да. И прошли они уже нижний пик, там, там, вот, и пошли обратно на рост. То есть, уже когда опять начали снижать мощность дальше, уже тот процесс, который начался по плану, он уже был пройден. Ну, то есть, вмешательство диспетчера к причинам аварии абсолютно никакого отношения имя. Интересно. Это даже, как бы... Я бы даже с тобой, скорее всего, согласился, да. Ну, ты знаешь, что говоришь. А, следующий момент. Дятлов мог отказаться от испытаний? Ну, видно же было, что уже нестабильно как-то работает реактор. В докладе, в докладе официальном, в докладе комиссии, которая правительственная проводила расследование, позже эта информация была в Винсак передана, это указывается как на нарушение. То, что Дятлов отступил от того, что было написано в программе, проводить испытания на мощности 700 мегаватт. То есть, когда они... Тепловых? Да. А электрических? Когда они снизили мощность значительно ниже 700 мегаватт, потом стали поднимать мощность и не достигли, не вернулись обратно к 700 мегаваттам, это ставится в вину Дятлову. Но Дятлов же, по сути, автор этой программы. То есть, он один ее основной разработчик, и там главная подпись стоит в его утверждении этой программы, это его подпись. Он автор этой программы, он волен был отходить от условий этой программы. Программа, еще раз повторяю, была электротехническая. Эти 700 мегаватт были выбраны из электротехнических соображений. То есть, это условия работы турбинного отделения. Они к реактору никакого отношения не имели. Он посчитал, что нет необходимости поднимать мощность выше 200 мегаватт, до которых они тогда поднялись. Вот и все. С современной точки зрения, отступление от требований программы, да, это нарушение. По современным понятиям. По действующим тогда, когда автор программы отступает от требований его же программы, это не является нарушением. А, ну, минуточку. Если я изменяю программу, а до этого она уже согласована с другими лицами, я же должен поставить их в известность? Она была согласована с главным инженером, Дятлов зам главного инженера. Ну, Фомин, а там бы мог поставить в известность? Ну, поставил бы то, сто процентов, что Фомин дал бы разрешение на отступление от требований программы. Еще раз, если бы это было нарушение регламента, хотя бы, работа на вот этом более низком уровне мощности, тогда еще можно было бы сказать, что это имеет отношение, что это является серьезным нарушением. Но это был регламентный режим работы. То есть регламентам не запрещено было работать на уровне мощности 200 мегаватт. Другое дело, что это был очень нехороший уровень мощности. Они про это знали. Давай перейдем теперь к этому моменту, когда приступили к самим испытаниям последовательно действия Дятлова, действия Топтанова, Акимова. Как ты можешь охарактеризовать, рассказать? Как мне это видится? Ну, в докладах комиссии, в свидетельствах очевидцев там есть разная информация. То есть в большинстве своем люди пишут о том, что Дятлов заставил персонал, в первую очередь старшего инженера управления реактором на тот момент, Топтанова поднимать мощность. Но я думаю, ситуация была немножко другая. Он не заставил его поднимать мощность, он его отругал за то, что он не может самостоятельно, в одиночку поднять мощность, не хватая от опыта квалификации. И по свидетельству оставшегося тогда с предыдущей смены НСБ, предыдущей смены Трегуба, то есть у него картина видится-то по-другому. Что в принципе в нормальной обстановке он увидел, что Топтунов не справляется, не может самостоятельно поднять мощность, он пришел ему на помощь. Там он рассказывал, что они поднимали мощность втроем. Акимов, НСБ, действующий смены Трегуб и Топтунов, они втроем только смогли поднять мощность. То есть была сложность поднять мощность, не то, что они думали, что это запрещено, они отказывались от этого поднимать мощность. Они просто, ну, в одиночку Топтунов не мог поднять мощность. То есть и Дятлов вполне возможно, что очень, как бы, возможно, и матом отругал того же Сеура, что он не может поднять мощность. В свидетельстве Дятлова он про это ничего не говорит. Он говорит, что вот он пришел на БЩУ и уже мощность была поднята. А, да, да, в его личных воспоминаниях там открещивается все. Да, что он уходил куда-то. Я думаю, все-таки, с моей точки зрения, исходя из своего опыта работы, что оно было так. Это не запрещалось тогда поднимать мощность действовавшими тогда инструкциями. Это было сложно поднять мощность. А за счет чего они поднимали мощность? Извлекали стержни, естественно. А вот про стержни, что там по регламенту у нас, сколько их должно оставаться быть минимум? Смотрите, то есть, вообще, понятие запаса на стержнях. В учебнике разработчика реактора РБМК-1000 написано про такое понятие запаса реактивности в виде стержней. То есть, и про процессы, называемые йодной ямой. То есть, говорится, что при изменениях мощности падает, так называемая, реактивность реактора. И чтобы компенсировать это падение реактивности, необходимо до изменения мощности иметь определенный запас. Который можно потом, после изменения мощности, расходовать до нуля. То есть, извлечь все стержни, чтобы реактор не самозаглушился. Пройти вот этот пик, остаться на мощности и дальше продолжать работать. То есть, это понятие запаса, он, то есть, остается в запас для чего-то. И до 1975 года, до аварии на Ленинградской атомной станции, все воспринимали этот запас. Только вот как запас на стержнях, требуемый для прохождения йодной ямы без заглушения реактора. То есть, до 1975 года вполне нормально считалось вытащить все стержни. Да. И в 1975 году так и поступили. Когда реактор заглох, они начали поднимать мощность и извлекли все стержни до нуля. И он начал поднимать мощность. Ну, начал поднимать мощность и в этот момент выяснился основной недостаток реактора ЛМК, головного блока Ленинградской АЭС 1975 года, который был пущен, я не помню, в 1973 году. Да, где-то понятно. То есть, через два года он вышел на режим, когда его характеристики проявились, проявились его недостатки. Один из недостатков – это положительная обратная связь по паросодержанию. То есть, при росте паросодержания вносится положительная реактивность, соответственно, и растет мощность. Вот в тот момент, при попытке пуска реактора с нулевым запасом реактивности, вот этот эффект и выяснился. Это привело к разрыву технологического канала. По сути, та же самая причина аварии была и в 1986 году. В 1975 году им повезло, они проскочили. У них разорвался, произошел разрыв одного, но максимум двух каналов, ну и повредили близлежащие. Еще около десятка каналов, но они остались целы. Было проведено расследование, выяснили причины, разработаны мероприятия по устранению вот этих недостатков РБНК. Но они достаточно, скажем так, медленно внедрялись в жизнь. Так, настолько медленно, что за 10 лет с 1975 года до 1986 года полностью эти мероприятия не были реализованы. И персонал-то не знал, на самом деле, про истинные причины аварии в 1975 году на ЛАЭС. Если бы знал, то возможно... Не было связи между станцией... Да, это она, Ленинградская, была и в другом министерстве, в Министерстве среднего и машиностроения. Да, Чернобыльская АЭС была в Министерстве энергетики. И засекречены были сведения все после аварии 1975 года. В общем, это тоже одна из причин, по сути, аварии 1986 года. Если бы персонал знал о таких процессах, которые происходят при нулевом запасе, он бы действовал по-другому. То есть до 1986 года можно было все стержни извлекать? Тогда внесли в регламент запрет на работу с запасом менее 15 стержней. Но, смотрите, первое, этот запас, он не рассматривался как быстро меняющийся параметр. То есть я уже сказал, и в учебнике было написано, что этот запас, он необходим при работе на номинальном уровне мощности. Он может снижаться только, ну, если выгорает топливо. Топливо выгорает, мы меняем его на свежий, запас поднимаем. И вот мы его держим около 15 стержней, допустим. На момент снижения мощности допускается его до нуля сбросить, а обратно возвращаемся на 15 стержней, и все красиво, замечательно. После аварии появилось требование нормального запаса держать 26-30 стержней, а в аварийных ситуациях снижать его до 15. Но приборов, которые бы оперативно регистрировали вот эти резкие изменения запаса реактивности по разным причинам, которые могут происходить, не из-за выгорания топлива, а изменения температуры воды, барабан-сепаратор, питательной воды, давления и так далее, он по разным параметрам может меняться. Вот эти кратковременные изменения запаса реактивности, приборов их, измеряющих и регистрирующих, не было у персонала. И в 86-м, когда снизили они мощность, ну, до какой причины, до какой величины окончательно неизвестно, и они начали извлекать стержни, у них не было ни одного прибора, который бы показал, какой сейчас текущий запас реактивности. У них была распечатка запаса, 19 стержней, то есть более 15 допустимого, за, там, примерно час, по-моему, ну, полчаса до начала испытаний. Следующий по регламенту, через полтора, там, часа должна была даваться. Вот это официальная, как бы, величина, на которую они ориентировались. То есть они думали, что у них там 19 стержней? А, ну, подожди, если я вытаскиваю стержень, я знаю, сколько я вытаскиваю? Но прибора нет. То есть узнать, какая величина, ты можешь только заказав распечатку. И распечатка, и вообще этот расчет, это расчетная величина, он делается с периодичностью раз в 15 минут. То есть ты можешь узнать на запас, который был 15 минут. Тогда события происходили со скоростью намного превышающей эти 15 минут. То есть за 15 минут до аварии запас был 19 стержней. Это 100%. Я больше даже скажу, если посмотреть по диаграммам движения стержней, за 10 секунд до нажатия кнопки АЗ-5, аварийного заглушения, когда ее нажали, запас опять вернулся к нормальной величине 15 стержней. То есть вот эта величина, которая в отчетах везде фигурирует, запас там, ну разная цифра дается, разные результаты расчета, 7-8 стержней, 1-2 стержней. Да, да, да. Они были получены... Даже полтора едет. Они были получены по... То есть взяли снимок положения стержней, которые система контроля положения стержней сделала там за примерно минуту до взрыва. Взяли это положение и посчитали на другой машине уже после аварии, на другом компьютере. И получили вот эту величину от одной до семи стержней. Персонал, который был тогда, этого расчета не видели, естественно. Это был получен уже после аварии. И они не могли его увидеть, потому что раз в 15 минут этот расчет делается. Ставить это в вину персоналу, ну, некорректно, как минимум. Я согласен. Если нет... Нет ни прибора, ничего. По контролю, это, считай, почти вслепую работает. Причем, еще раз говорю, они же не расценивали запас как величину, влияющую на ядерную безопасность. То есть это не расценивалось. По тому уровню безопасности. Причины аварии 1975 года, они не знали. Они считали, что этот запас дается для повышения возможностей по регулированию энерговыделения. Ну, что есть, какое-то должно быть количество стержней частично погруженных, чтобы можно было всегда в этом районе увеличить мощность. Ну, для выравнивания энерговыделения. То есть только вот поэтому предположительно считали, что запрещено снижать запас менее определенной величины. А еще говорят, что не подключали всю защиту. То, что не подключили. Чтобы поднять мощность, чтобы не сработало раньше времени. Да. Защита. Да, есть такой момент. Отключать вообще, начнем с того, что отключать они могли технологические защиты. Есть у нас защиты реактора, физические защиты, так называемые, по мощности, по скорости, изменениям мощности. И технологические защиты, это уровень давления в барабан-сепараторах, там, расход через насосы и так далее. Вот эти защиты можно отключить. А те защиты технологические, которые они отключали, они ни одной защиты не отключили в нарушении регламента. То есть все защиты они отключали в соответствии с технологическим регламентом. Ну, кроме одной единственной защиты, про которую в регламенте не говорится, но она есть в другом документе, это защита по уровню барабан-сепараторах. Там два, две уставки. Одна в регламенте, про которую говорится, по уровню самый нижний предел, минус 1100, эта защита у них была включена. Но еще есть другая защита, по уровню минус 600, в регламенте про нее не говорится, вот эту защиту они отключили. Это единственная защита, которую они отключили, нарушение, ну, причем, другого документа они регламента. Остальные защиты, в первую очередь защиты реактора, они и технически не могли отключить, и они их и не пытались даже отключить. Кстати, по поводу этих защит, есть у нас понятие коренная причина и непосредственная причина. Так вот, в выводах комиссии, непосредственная причина взрыва на Чернобыльской АЭС, это срабатывание аварийной защиты на заглушении реактора, АЗ-5. То есть, если посмотреть распечатку хронологии появления сигналов, которые, ну, там, за минуту до взрыва и минуту, скажем так, после взрыва, то есть за минуту до взрыва не было ни одного сигнала аварийного. Первый аварийный сигнал, это аварийный сигнал срабатывания аварийной защиты по мощности реактора. То есть, непосредственной причиной взрыва на Чернобыльской АЭС является срабатывание аварийной защиты. Они ее не отключали. А как это могло получиться? Недостаток конструктивных стержней. То есть, в ситуации, когда в зону идут все стержни с верхних концевых выключателей, не театрично погруженные стержни, как чаще всего происходило. Происходило из-за этого. А полностью излеченные, да? Из-за конструктивной особенности стержня, когда он идет с самого верхнего концевика, верхнего положения, идет в активную зону, при этом на нижнем участке активной зоны идет не снижение мощности, как должно быть, а рост мощности. Понятно. Потому что, ну, подреакторное помещение... Стержень состоит вкратце. Да, стержень состоит. Вытеснитель там? Из двух частей. Вытеснитель и поглотитель. Собственно, сам стержень – это поглотитель, то есть, это вещество, которое снижает плотность потока нейтрона. Чаще всего это что у нас? Карбид-бор. Карбид-бор. А вытеснитель воды? Ну, точнее, бор в составе карбидобора. То есть, стержень из карбидобора сделан. А вытеснитель? А вытеснитель из графита. То есть, когда стержень находится в верхнем положении, когда поглотитель полностью извлечен из активной зоны, нижний участок, вытеснитель, так называемый, находится в активной зоне, там графит. Почему графит? Потому что, чтобы не было на этом участке воды. То есть, стержень у нас, в смысле, канал, Сузовский, Система управления и защиты, канал, он заполнен водой. Вода, это плохо. Большое количество воды в активной зоне, это плохо. Там должен быть графит. Поэтому конструкторы решили, что вот на этом участке мы сделаем наконечник такой из графита, вытеснитель. Но сделать его полностью 7-метровым они не смогли, чтобы он занимал всю высоту активной зоны. Так как подаппаратное помещение оно до 4 метра максимум. Поэтому они снизили высоту этого вытеснителя с 7 метров уменьшили его до 4. Получилось, что сверху чуть-чуть воды, там полтора где-то метра, и снизу около метра воды. И вот это сыграло свою роль, когда стержень движется с верхнего положения вниз на первом метре. То есть, в нижнем участке активной зоны идет замена графита на воду. Графит замедлитель, он увеличивается. Почему в нижней части, если у нас внизу метр? Вода. Вода. В канале СУС получается вода, выше графит. Графит пошел вниз, он замещает воду. Он замещает воду. Вода худший замедлитель в РБНК нейтронов, чем графит. Соответственно, количество нейтронов увеличивается на нижнем метре. А, на самом граффити в этом? Да, да. Начинается процесс замедления нейтронов на граффити. И там начинается рост мощности из-за этого. А, то есть, получается, из-за именно конструкции самого стержня, что был графитовый вытеснитель? Да. Графит. Этот эффект тоже не был новостью на самом деле. его выявили впервые на Игнолинской АЭС при физическом пуске, при первом пуске на Игнолинской АЭС выявили. И этот эффект также подтвердился на Чернобыльской АЭС. Не помню, какой реактор, по-моему, на третьем блоке при испытаниях при пуске этот эффект подтвердился, но на него не обратили особо внимания. Почему? Потому что при нормальной эксплуатации ситуация, когда все стержни идут с верхних концевиков вниз, сложно придумать такую ситуацию. То есть большинство стержней идут из уже какого-то частично погруженного состояния. И вот этого эффекта на нижнем участке не происходит. то есть они на разных уровнях просто? Да. То есть у нас вот этот оперативный запас, он же в основном на частично погруженных стержнях, не на полностью погруженных или полностью извлеченных стержнях, а частично положении. И идут в зону стержней из промежуточного положения. Давай резюмируем. Что, от твоего взгляда, какой комплекс событий привело катастрофе?